Разберем в режиме реального времени выполнение норматива номер 48 для групп задержания вневедомственной охраны по выезду группы задержания к месту срабатываемой сигнализации и проверке охранимого объекта. По легенде сигнализация сработала в кафе Сосновый Бор на улице Железнодорожной. Оперативная группа немедленно выехала по адресу. Выяснилось, что на сотрудника кафе напали трое злоумышленников, которые были немедленно обезврежены. Первоначальную подготовку сотрудники, которые только устроились на службу в органы Росгвардии, проходят в Центре подготовки личного состава Приволжского округа. Программа подразумевает комплексное обучение. Наряду с изучением теории, прав, обязанностей и задач, которые стоят перед сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, курсанты получают массу прикладных знаний. На практических занятиях, где используются реальные примеры жизни, изучают секреты профессиональной подготовки. Главная задача, которая во все века была у сотрудников вневедомственной охраны, ему нужно было сделать так, чтобы правонарушитель не смог перехитрить милиционера, потом полицейского. Нужно было так умело расставить вот эти сети на охраняемых объектах квартиры для того, чтобы туда злоумышленник обязательно попался. А все, что касается вопросов обеспечения охраны общественного порядка, учитывая, что в ночное время в наших городах и поселках остается крайне мало наружных нарядов, наши сотрудники должны уметь все. И сейчас, и тогда. То есть мы являемся все равно основой, наверное, правоохранителей в этом сегменте. Особое внимание при подготовке будущих сотрудников уделяется специальным дисциплинам. Под руководством опытных инструкторов центра курсанты обучаются секретам огневой подготовки, совершенствуют свою физическую форму, изучая в том числе приемы рукопашного боя, осваивают навыки эффективного оказания первой доврачебной помощи. Виктория Шарая, События.